Драконский Денис Викторович, публицист, писатель, главный редактор журнала «Самон Болис». Приготовимся, дружу, один минут. Мне бы хотелось, чтобы вы не прошли, но у нас сегодня, в общем, это восстанавливается. Первый сюжет это то, как спаяна была в судах проездов, как спаяна была власть и журналисты, а власть и теплософия в нашей стране. Тогда кажется, я, собственно говоря, не знаю, как желательно стояли другие страны, но мне кажется, что все-таки в такой ситуации, как я скажу, как Пьесову, как в Узбинных обсуждалось, это, в общем, было 12-18 раз в момент дюро, это может становиться довольно редко. Это, например, ситуация, которая у вас, если посмотреть записки там, всякие камеры, кульверские журналы, звукового Николая Первого, то там журналистика и телепристика занимают какое-то неподавающее большое место, потому что без того, что говорят о армии и о бюджете, говорят, например, о Северном Челе. Вот замечательный момент из-за чужиного Краевского. Николай Павлович Николай Первый пишет, 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 пишет в Торфу записку. Во вчерашнем номере «Печелы» опубликована подлещая и несправедливейшая критика на Пушкина. Прошу вас, любезнейший, как его звали, Александр Петокорович, за день у Кулигарина уехал к вам, раз запретите ему писать об литературно-критической статье 2, и, если можно, вообще-то ответить себе на общину. Критикат обучает его длинные записки, которые пишут, что в статье Кулигарина на первых правильная. Что, на кого-то власть бы у него, конечно, посадить. Но что закрыть журнал «Северная Пчела» нельзя. И, так сказать, Николай, как бы вы говорили, что вот такая вот страна жизнь. И так вот происходит все время. Почему это так происходит? Происходит так потому, что в России, на самом деле, России, кроме журналистики, в общем-то, не было. В России это и не журнал. В общем, какой-то другой стране, охрана собственного департамента, или, может, и банк, или зимой, независимый мелкий землевладелец, выделяющий честь и собственность, как там самому восторгу, который стал, кстати, Петрович, в бедоносце. Была какая-то другая жизнь, жизнь, которую мы, которую мы, с инсистем, называем реальной жизнью. Но в России это реальная жизнь, все-таки с умением. Мы были, как правило, золотовинские административные станции, постыдывали его в бесконечной стране, но в Петербурге была не прощается, буквально царь Мария. Вот этот Мария, который создавал здоровье, был на России. Поэтому, естественно, что царю, в общем-то, с другой рабочим нечем, с финансами было нечем. Вроде дружище, здесь не был журнал, 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 журнал. Войны проиграли одну за одной, но зато вот происходило вот такая вот интересная, такая вот идеологическая натурка. Поэтому симбиоз между властью, симбиоз между властью и журналистикой, и властью и властью и властью, это потрясающе. И не надо говорить, что русская журналистка не могла жить без власти, что-то заглядывали. И вот это несправедливо, что власть точно так же не могла жить без русской журналистки. Они жили в митинге, вот, так сказать. Одно и то же. Понимаете, когда этот самый Турбель, говорит, у Герцена у нас не Франция, где правительство на Нардах с партией, где ее управляют, ввести у нас правление отечественное, это не была та самая формула русской жизни, которая в отношении журналистки в общем-то раскрыла. Мне кажется, сохранилась. И до сих пор хорошо и великолепно эту русскую другую песню, но все друг на ногу озирались. И вот сейчас, я хочу вам второго сюжета, это связано уже непосредственно с Граевским, всего замечательную статью, назвали в России, Западная Европа, настоящую лунду. Это, кстати, я могу что-то замечательное, это не просто вратландская маска, это манифест, я бы сказал, технологической нудармиссанции. Потому что там очень хорошо пишут там фразу, которая дожила до нашего времени. Рассказит, нам нужны, от Запада пишут, в Алиэксе, УАКТЫ и ФУЛТОНЫ, но нам не нужны КУТОНЫ, КАВЭ, или Кюрролэнны. И нам нужны советы, французских и ГУРОНУ. То есть, что это, о той концепции, о том, что нам нужна, так сказать, техника от Запада, но для технологического достижения, начиная от, вот что, Завода, и, конечно, и на технологии, и, ну, в отношении демократии, и, конечно, и, конечно, демократии. ТУК! Вот, но при этом, надо сказать, что эта статья написана, по-нести, редактору, 25-го июня, 1748-го года. И, посредством повода, было, естественно, прогрессивное событие, статья написана, без начальной Европы, и о стабильности в России, и, ну, все понятно, дата очень важна. Самый, Крэс, и сам Равн, он эту статью написал, где-то в июле, но он написал, он написал 25-го июня, потому что Белинский умер 26-го июня, и он эту дату показан, потому что написал эту статью, не поясни суждения Белинска. И это крайне важно. То есть, симпиоз был, по-скакому, из одной из паразитов, это была статья, на которой он, мне, если скажем так, вот, не знаю, как мы сейчас сказали, реакции, там, самопытических, в другом, но, с другой стороны, было сделано вот это вот замечательно, глядно, как вы действовали Свереной, поэтому вот, вся вот это вот сплетение, для этого правого, для этого правого, сплетение власти и прессы, и прессы, про-про-про-про-про-про-про-позиционной, и это получился вот такой вот то, что называется Шар Трифон, потому что описал Трифон, просто в романе Тома Нанавиджа, это было похоже на шар, скатанный из цветного пластилина, где все полоски видны, на раз в 30 раз ваших. Спасибо.